добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава не цовим и говорится опять обидело поклонстве чтобы мы ни в коем случае не подражали к на они и становились идло поклонниками чтобы мы себе даже не вздумали подобного что-то себе представить и мы должны это знать теперь так маши обещает что маши обещая что еврейский народ раскается в изгнании если раскается то ашем нас спасет вот как бы ни было как бы мы не решили чтобы не натворили ашем нам простит мы видим это в истории с каином каин знал что убивать брата нельзя узнал что это большой грех и он должен власть это не всевышнего предупреждал сам с ним разговаривал и сказал ему что если клонишься греху то у двери грех лежит и ты должен власть над ним почему он убил брата из-за зависти потому что ему обидно было что всевышний преклонился к ебелю и дару его каин в действительности был земледельцем и труд земледельца очень тяжелый а ебель был скотоводом и взял каин дал из своей продукции земледельческой дал всевышнему жертву а ебель что сделал он взял самых лучших совет самых жирных взял и отдал и написано что преклонился бог ебелю и досадно стало каину написано и он задумал неладное всевышний говорит ведь если клонишься к добру то воздастся если греху то у двери грех лежит и должен власть над ним и должен был овладеть собой но все равно он пересилил себя и убил своего брата после всего этого что всевышний говорит теперь ты проклят от земли голос крови брата твоего вызывает тебе и земли ты проклят из земли чем он виновен в том что он убил самого гибеля и не дал родить своего потомка потому что голос крови стоит в ношном числе чем большой грех он сделал но тем не менее всевышний взял и половину наказания ему отменил потому что написано что он поселился в земле нот и мы даем знаю что это поколение у него произошли и кончилось тем что что мы произошли от него то есть у него было в поколении где-то восьмом поколении была женщина она была сестрой туваль каина на мая звали и нах наш праведный женится на ней и рождается в них дети шем хам ефит они были ковчеге когда был потом и вот мы родились от них других людей на земле нет только потомки этих людей вот она из потомка у каина на всевышний прощает теперь мы смотрим зверский поступок царя ахава и всевышний говорит может что я принял раскаяние для поклонника ахава разве я не приму ваши ахав правил царством десяти колен настолько паря сведло поклонстве что стирал имя всевышнего которые и писал балл написано что он где написано было ашем он пишет балл сделал создал небо землю и он до такой степени дошел что он на всех высоких горах на любых возвышенностях в стране он сделал идолов он храме поставил тоже идол то есть творил зло но кончилось тем что он захотел овладеть виноградником навота мы об этом уже говорили он сказал об этом своей жене на вот не хотел продавать это и наследство его предков и она эта женщина из вель взяла на него же свидетеля которые говорят что этот навод говорит плохо о боге о царе в общем навота казнили и собаки лизали его кровь то сказал пророк или я сказал что твою кровь теперь будет лизать собаки как лизали кровь на вот а что то что сделал от твою тело твоей жены из вели собаки будет рвать на части тем не менее что сделал ахав он понял как куда он попал какую беду он начал себя истязать он приказал что ему все время били его по 40 ударов каждый день и даже два раза в день в общем его избивали в общем он страдал страшно от этого и молился богу чтобы он его простил и написано что в конце концов что всевышний его простил увидев как он себя истязал за то что он понял что какой грех он совершил то всевышний его в конечном итоге пожалел но и завели эту нет и и действительно собаки рвали на части вот так вот теперь мы видим дальше всевышний говорит я принял раскаяние царями наше минаше был сын сын сыном праведного царя хиския и всевышний ему много прощал за слухи отца очевидно он взял поставил храме идола который был с четырьмя лицами и с какой бы стороны в храм не заходили обязаны были молитву этому идолу возносить причем он до такой степени дошел что он превзошел видала поклонствия к на неев и что бы ни было он это творил не не отходил от этого дела еще злодей стал злодей стал по моему вообще правит страной огромное количество лет 52 года по моему кончилось с тем что всевышний взял и отправил его в вавилон в Сирию короче враги захватили и везли его на железном каком-то коне где огонь горел под ним и он страдал от страшных мук и он молился всем идолам которым он жертву приносил он молился просился видеть ничего не помогает и потом вспомнил как его папа Хискиягу говорил что надо молиться Всевышнему Ашему надо молиться и он и он может только только он может спасти и он начинает молиться он начинает молиться и что вы думаете Всевышний вернул ему мало того что он вернул он вернул ему царство даже так в общем даже казалось бы такой нечестивец как Минаше злодейский царь и тот был прощен царь обратился к Всевышнему теперь я вижу что все боги фальшивы ибо ни один не смог мне помочь ты господин вселенной но если ты не ответишь мне я бы являл что все боги одинаковы всемогущие на небесах сказал этот злодей не заслуживает того что я чтобы я принял его в молитвы однако я отвечу ему отказом если я отвечу ему отказом это может в будущем удержать от раскаяния других людей только поэтому Всевышний принимает его молитву потому что молитвы не было у него действительно такой искренний как это положено и ангелы все равно когда Всевышний просил не давали его молитв нападяться на небесах но Всевышний позволил дал ему какое-то маленькое место чтобы все-таки какое-то отверстие сделал в троне чтобы его молитвы доходили почему он принял его молитву и свое великое велосердие хотя на самом деле Минаше был этого недостоин Ашем чудесным образом восстановил правление Минаше как сказано в 2 книге Деврея Мим 33.13 это книга Писания он вернул Иерусалим в его царство позднее Минаше признал вселенной и управляет справедливый правитель он уничтожил идол и разбил извоение в храме он восстановил жертвник Ашема принес на нем мирные и благодарственные жертвы и приказал народу служить Ашему в общем Машинам говорит если вы окажетесь без знаний то что сейчас происходит и вы искренне раскаетесь то Всевышний вернет вас даст вам опять страну и опять будет у нас страна текущая молоком и медом чего мы все так желаем а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Павел бен Ефим Владимир бен Григорий Хая Малка бот Йосиф Самуил бен Герш Мира бот Аврагам Роза бот Михаэль Память Яков бен Ахум Ури бен Харитон Мендель бен Мендель За здоровье Светлана бот Клара Рахель бот Лилия Клара бот Броня Фейга бот Берта Ирина бот Мира Берта бот Фейга Шимон бен Исхак Борис бен Мария Шимон бен Мира Полина Перв бот Соня Сура Женя бот Ида Анна бот Ривко Анна бот Елена Елена бот Клара Евгений бен Софья Двора бот Мирям Моисей бен Ева Йосиф бен Раиса Евгений бен Ита Фрима бот Анна Геннадий бен Елена Леонид бен Клара Инесса бот Моэль Евгений бен Берта Юлия бот Белла Йосиф Дан бен Цара Мазл Парнаса Сгола Арон Ария бен Ри Ирина бот Ри Шедух Арон Ария бен Двора Низь бен Ахум Абигаль Бацара. Хороший шедух. Парнасай Бриют. Владимир Бен Рая. Марина Батрая. Борис Бен Марина. Всего хорошего, Олега Умарченко. Всем браха Парнаса Камана, что мы в это время не грешили, читали Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Шалом.